Добрый день, ваши мои коллеги! Это обзор рынка под компанией Техмилла, семья Артур Изятули. Банк Японии сделал ожидаемый жест на заседании в среду, урезав прогноз по инфляции, предоходив, что японской экономике угрожает расслабление внешнего спроса. Таким образом, ЦБ Японии сейчас эффективно обрекает себя на продлении рутинной работы по таргетированию доходности по 10-летним государственным овлигациям около 0% и сдерживанию дешевых иен. Банк Японии захоронил ультрамягкие параметры денежной политики в полном соответствии с рыночным консенсусом, показав не местную спекуляцию о том, что ЦМ может начать делать осторожные корректировки в политике в сторону ее нормализации. По мнению собой, японская экономика продолжит расти скромными темпами, однако рост в большей мере полагается сейчас на экспортную активность, которая зависит от торговых условий с крупнейшими торговыми партнерами Китаем и США. Кроме того, источниками латентных рисков для экономики Японии является неопределенно связанной с Brexit и протекционизмом США. Международный валютный фонд сократил прогнозы роста по японской экономике. Опрос этой международной организации показал, что менеджеры японских предприятий сильно обеспокоены напряженностью в международной торговле. Что касается деталей политики, то ЦБ сохранил ставку по депозитам на уровне минус на целых 0,1% и пообещал сдерживать доходность по 10-летним государственным облигациям около 0%. С учетом того, что доходность краткосрочных облигаций, то есть ближнего срока погашения, находится в отрицательной зоне ЦБ, сейчас необходимо поддерживать кривую доходности выпуклой, вот такой формы, чтобы доходность по 10-летним облигациям была выше доходности краткосрочных. Естественно, чтобы облигации более дальнего срока погашения также превышали доходность краткосрочных. Так как деятельность банков в Японии, да и везде, она по сути сосредоточена на трансформации краткосрочных обязательств, то есть депозитов в долгосрочные активы, то чтобы кредитование экономических агентов для банков имело смысл, необходима положительная временная премия. То есть доходность с увеличением срока погашения должна увеличиваться. Другими словами, банк будет вкладываться, то есть покупать долгосрочный актив, если доходность по нему будет выше, чем стоимость привлеченных средств. Наряду с отрицательной доходностью по депозитам в ЦБ и по нетрагетированию доходности остается для банка способом стимулировать коммерческие банки искать доходность на рынке, то есть вкладываться в более рисковые активы и направлять избыточные свои резервы на кредитование агентов в экономике. Прогноз по инфляции был снижен с 1,4% до 0,9%, это значительное урезание прогноза по инфляции произошло. На 2019 год, начиная с фискального года в апреле, ЦБ уже четвертый раз пересматривает прогноз в сторону понижения, начиная с первой оценки, вышедшей в 2017 году. В 2020 году базовые потребительские инфляции должны вырасти до 1,4%, что 0,1% ниже предыдущего прогноза в октябре. На фоне снижения уверенности в эффективности политики, первые шаги по сворачиванию программы смягчения ЦБ Японии сможет принять не раньше конца 2020 года. Ухудшение макроэкономического прогноза, естественно, было ожидаемым решением, однако иена отреагировала снижением против доллара, однако незначительно на целых 0,26% сейчас. Снижение волатильности на глобальных рынках и устойчивая разница доходности между Японией и остальным миром вероятно позволит японским инвесторам вновь искать доходность за рубежом, что будет оказывать дальнейшее давление на японскую иену. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.